Вера с патриотизмом Как правило, человек, который причастен к вере отцов наших, поддерживает духовные традиции народа в своей жизни, любит Родину, верен ей и даже жертвенно служит не о своих благах, более помышляя в своем труде, а то и ратном противостоянии с врагами, сколько о независимости Родины своей печется, сколько о единоверных своих земляках, о соотечественниках, которых ценит не только за принадлежность к единой нации, у которой, конечно же, свои традиции, свои порядки, но более всего за то, что нация эта по преимуществу, как наша русская, восприняла благодать крещения в купеле Днепрской и хранит православие как свой выбор и вечного спасения, и развитие своей цивилизации. Существует такое понятие филитизм, когда приверженность национальному своему достоинству затмевает вероучение, присущее народу, когда не так важно кажется соблюдение христовых заповедей, следование евангельским путем, утверждение в православной жизни, как утверждение своей национальности, как будто она сама и обеспечивает спасение. И лозунги, происходящие из сердца сметенного, нераскаянного, безблагоговейного, на вроде «мы русские, с нами Бог» не звучат убедительно, если в данном случае наименование «русский» не связано с принадлежностью к русской православной церкви, а только национальный колорит или виды русской природы воспринимаются человеком как главное его достоинство или святыня, ради которых или которым должно быть подчинено уже все остальное в жизни человека. Потому именно принадлежность к вере отцов, к нашей православной традиции духовной и составляет подлинный патриотизм. Нам с детства известны стихи про три березки, которых в жизни никому нельзя отдать. Мы зачитываемся стихами Есенина, если крикнет «Рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю», я скажу, не надо рая, дайте Родину мою. Но в такого рода поэзии, конечно же, усматривается существенный недостаток, привязанность национальная, территориальная к своей Родине, а неверность ее духовной красоте, духовной традиции. Потому не смея отказать в патриотических чувствах людям, нашим гражданам, которые принадлежат к иной религии или вовсе сознают себя неверующими, чуждыми какой-либо религиозной традицией, традиционной для нашей земли, тем не менее, посмею предположить, что подлинный патриотизм и та любовь к Родине, которая призвана передаваться из поколения в поколение и становится в веках и прошедших, и дай Бог, в будущих, главным основанием для великих достижений во всех областях жизни человека — это все-таки любовь духовная, любовь, соединяющая нас с духовными корнями церковными, любовь, которая более выражается словами «Не тебя ли, земля родная, сам Христос в одежде нищенской или бедной исходил, благословляя?» Вот эти основания патриотизма кажутся мне наиболее благонадежными и полезными и для спасения каждого в отдельности, и для просвещения нашего подрастающего поколения с тем, чтобы они, вырастая, оставались бы патриотами нашего православного Отечества. Продолжение следует...